Во время процесса в Венеции Джордана Бруно Бруно поведал, что в 1571 году он был привезен к папе и демонстрировал возможности своей памяти. Он прочитал предложенный ему текст и, закрыв книгу, повторил его слово в слово. Это был текст одного из псалмов Давида на иврите. На вопрос папы Пия V природе или искусству обязан молодой монах своей памятью Бруно ответил, что развил ее при помощи искусства. Точно так же Джордана ответил спустя много лет на аналогичный вопрос французского короля Генриха III, также изумленного возможностями, которые демонстрировал Наланец. Джордана при всяком удобном случае настойчиво подчеркивал, что его память – плод искусства, к освоению которого он подспудно склонял своих слушателей и секретами которого обещал щедро поделиться. За секретами стояла его философская система. А учеников, принимавших Бруно искусство за обычную прикладную мнемотехнику, ждало разочарования. Так, вероятно, случилось и с Джованни Мочениго, с досады предавшего учителя в руки Инквизиции. В действенность своего метода и силу своего искусства, посредством которого становится доступным вселенское единство и развиваются творческие способности, Джордана верил так сильно, что, несмотря на все уроки печального опыта, снова и снова с готовностью забывал безжалостную истину. Гениальностью поделиться невозможно. Что же касается природной памяти, у Бруно в печати печати есть такое место. Был случай, когда я лежал в комнате один в пеленках, и вследствие душевного потрясения, вызванного страхом при виде громадной старой змеи, выпалшей из щели в стене дома, вполне отчетливо позвал отца, находившегося в соседней комнате. Он прибежал с другими домашними, схватил палку и начал бороться со змеей, ругаясь в гневе. Я не поверил бы, что мог понять его, как и других, говоривших о своей тревоге за меня. Но по истечении многих лет я, словно пробудившись ото сна, напомнил родителям к их большому изумлению об этом происшествии, совершенно ими позабытым. Как явствует из приведенного отрывка, самое раннее впечатление детства Бруно относится к младенческому возрасту, когда он еще не имел навыка говорить и понимать речь, однако испытал ярчайшую вспышку осознания. Отсюда становится ясно, насколько естественно воспринималось и мучение о реинкарнации, и неоплатоническая мысль о том, что познание есть вспоминание душ метафизически присущего ей знания в процессе последовательного накопления опыта новых воплощений. В образе змеи, явившейся к его колыбели, Бруно усматривал предзнаменование и знак своего посвящения. Кроме того, змея – один из атрибутов египетского тота, все того же Гермеса Тресмегиста, чьим мистическим избранником Наланец мог себя считать с достаточным основанием, получив откровение о природе памяти, не менее значимое, чем легендарный симонит. Нужно оценить уникальное бесстрашие Бруновского метода, осознать глобальность подхода, чтобы без всякой иронии отдать ему должное. Об этом мы поговорим в следующих передачах. А еще к тому же змея в колыбели, она нас отсылает к мифу о Геракле и предвещает героическую судьбу. Вот именно так понимал Бруно этот знак. Пока же следует принять во внимание, что экстраординарные способности Джордана Бруно несомненны и были отмечены рядом современников. Дальше мы поговорим о биографии Джордана Бруно, о дальнейших фактах его биографии. Итак, мы остановились на монастырской школе. Обратная сторона Бруновского учения о памяти – это его философия природы. Основы ее были заложены также в годы монашества. Доминиканцы – проповедники и защитники веры от ересей. А потому доминиканское образование предполагало знакомство со взглядами, противоположными христианству, прежде всего с философскими системами античных мыслителей. А также умение их опровергать. Эта наука, изложенная Фомой Аквинским в своде против язычников, по которому ее и надлежало изучать. Свод так сильно заинтересовал брата Джордана Бруно, что он взял его темой своей докторской диссертации. Однако внимание на ланца занимало не столько опровержение, сколько изложение юридических, с точки зрения церкви, воззрений. Джордана нашел многие крамольные теории более убедительными, чем противопоставленные им схоластические. И уж во всяком случае достойными предельно вдумчивого рассмотрения. Его интерес к запрещенным церковью авторам, как античным, так и средневековым и эрнессансным, активно развивается. Ознакомясь с юридическими мнениями в оригинале, или хотя бы в относительно непредвзятом изложении, Джордана убеждается, что схоласты, перепатетики их не понимают, упрощают или же передергивают. Ревность к истине, свойственная Бруно, не позволяет ему молчать. Во время диспутов он смело высказывается и аргументирует. В итоге новый донос, автором которого, вероятно, был богослов Агностио Монтальчино, принадлежавший к наиболее реакционной в то время испанской школе богословия и часто приезжавшей для проведения диспутов в неаполитанские Сан-Доминико-Мадьори. Таково мнение советского исследователя биографии Бруно Рожецина. Брад Джордана был уже священником, рукоположен в 1572 году и доктором философии. Обвиняли его в защите арианской ереси, да и прежние грехи теперь бы непременно припомнили. Дело принимало серьезный оборот. «Я утверждал, что взгляды Ария менее опасны, чем их понимали и оценивали обычно. Обычно полагают, что Арий считал слово первым творением отца. Я же заявлял, что Арий считал слово не творцом и не творением, а посредником между творцом и творением, подобно тому, как слово является посредником между говорящим и сказанным. Не им, а посредством его все вещи возвращаются к своему последнему пределу. Горячо настаивая на этом, я был взят под подозрение и предан суду. Помимо всех прочих вещей, вероятно, и за это. Мой же взгляд таков, как я изложил». Это взято из показаний Джордана Бруно на процессе в Венеции в 1592 году. Тот факт, что Наланца до такой степени волновала искажение арианского учения отвергнутого церковью в 325 году на Никейском соборе, сообразуется с его неоплатоническими философскими пристрастиями, которые без натяжки вписывались лишь в христианство самых первых веков. Еще широкое и богатое разнообразными гоностическими течениями. Именно последние представляли для Джордана неприходящий интерес. Предметом он владел в нюансах, на которых, согласно ортодоксальной, давным-давно сложившейся богословской традиции, благочестивым доминиканцам категорически не следовало заострять внимание, и которые он с таким упорством и рвением стремился донести до оппонентов. Вот в чем причина конфликта. В марте 1576 года Бруно прибыл в Рим, очевидно, по вызову, в монастырь Санта-Мария де ла Миневра, к прокуратору доминиканского ордена. И уже готовясь предстать перед Орденской инквизиционной службой, брат Джордана узнал очень важную для себя новость. Неаполитанские друзья из Сан-Доминику Мадьоре извещали его в письме, что после его отъезда в келье был произведен обыск и обнаружены запрещенные книги. Видимо, сборы в Рим были поспешными, и Бруно допустил роковую ошибку. Такое оттягчающее обстоятельство не оставляло ему никаких шансов оправдаться. Суммарий Ордена проповедников, регламентировавший жизнь монахов в домиканских монастырских школах, запрещал студентам читать книги языческих авторов, а также предаваться светским наукам и тем искусствам, которые называются свободными. В том же суммарии, в соответствии с принятым на Триденском соборе решением о запрещении свободного толкования Библии и свода богословия Фомы Акменского, говорится, что никто из братьев не смеет излагать и защищать какое бы то ни было личное мнение, противное общему взгляду учителей. Во всем, что касается веры и нравственности, под угрозой лишения звания запрещается во время чтения высказывать и доказывать мнение, не согласующееся с общими взглядами святых отцов, и ни в коем случае не излагать такого мнения, кроме случаев, когда оно опровергается. Случаи Бруно, это как раз случаи, что они противоположны этому критерию. Джордана прекрасно понимал, что всех его преступлений по совокупности более чем достаточно для ареста. Ему ничего не оставалось, как улучив момент и сменив монашескую одежду номерскую, спастись бегством. Так в 28 лет Бруно становится отступником и бежит в Геную. Три года он проводит в скитаниях по Италии, зарабатывает на жизнь частным преподаванием, а в 1577 году издает свою первую увидевшую свет книгу. Называлась она «О знамениях времени», но, к сожалению, не сохранилась. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок